привет всем это александр stories for us и это рубрика видеодрайв как обычно снова я за рулем кручу баранку еду на работу а значит есть несколько десятков минут на нашу беседу во первых хочу сказать то что уже она заметно световой день изменился солнышко сейчас висит над горизонтом стало где-то минут 30 назад стало светать фактически когда просыпаешься еще о сумерке еще темно и а потом уже солнышко поднимается и вот такие час косые лучи и и относительно с утра прохладно сейчас хотя нас опять накрыла жара последние буквально длинные на 3 или 4 наверное дня как температура опять за 30 днем и сейчас чувствуется большая разница то есть сейчас у меня даже помимо майки еще одета а сорочка а так под ним будет довольно таки жарко придется снимать и даже пойти тема сегодняшней беседы очень в принципе актуальная прошу прощения актуальная на данный момент это заполнение анкеты так батарея гринка сейчас как раз месяц когда подаются заявки онлайн естественно кто смотрят кто просматривает а мои видео и мое видео и следит за тем что происходит у меня на канале youtube то в принципе знает что такое лотерея гринка и объяснять смысла нет а также понятно что все сейчас до стремятся мигрирует сша озабочены данной проблемой заполнения анкет и естественно здесь есть свои важные нюансы объект не сказал не сказал бы что что-то здесь такое сложное супер наворочено и нужно быть предельно внимательным нет на самом деле кажется все довольно таки очень на самом деле все это просто не так как кажется на первый момент анкета заполняется в период месяц подаются онлайн подаются только на официальном веб-сайде если вам присылают какие-то уведомления email или так далее это все просто чушь есть какие-то компании посредники которые заполняют подают анкета вместо вас за это за эти услуги вы должны платить деньги правильно поэтому если вы немножко разбираетесь в английском языке или же есть человек который может вам помочь то конечно лучше это сделать самому онлайн всяких подсредников и а каких-то основных порой просто непонятных а компаний то есть и пожалуйста избегайте всяких мошенников и не попали не попадитесь в в их не руки в их не руки сайт официальный называется developer is точка стоит точка гов гов это означает говами а вот поэтому нужно всегда знать основные моменты первое как я уже сказал это сайт на котором продаются анкеты два не спешите подаете анкеты никогда не спешите заполняете не спешите данная возможность есть вы можете всегда остановиться вы можете всегда сохранить то что вы уже ввели и тем более что нет ничего такого основного при подаче анкеты на лотереи Гринга нету вы подаете знаете что вы подаете просто типичную информацию которая вам необходимо точнее необходимо при случае если вы ваша анкета будет выбрана то есть данная информация никуда не идет если люди заблуждаются что я что вы можете указать что вы Иванов Иван Иванович но вы на самом деле Петров им по барабану это не станет причиной отказа и невыбора вашей анкеты нет все будет происходить потом основная часть будет идти потом когда вы будете подавать основные анкеты уже на иммиграционную визу а сейчас вы просто укажете ваше имя фамилия адрес опять же адрес не нужен Америке адрес нужен вашему почтальону поэтому вы можете спокойно указывать ваш домашний адрес таким образом что ваши почтальоны из местного почтового отделения поняли бы о чем идет речь то есть вы можете указать проспект дружбы народов не переводя проспект дружбы народов на английский язык а просто указать английскими буквами но с русским смыслом проспект дружбы народов все это просто потому что именно по этому адресу будет отправляться какая-то документация так было есть на самом деле фотографии я бы сказал бы номер один куда нужно обратить внимание это фотографии будем долго мучиться если фотографии у вас неверные неверный формат то все равно не будет принимать я думаю все уже кто несколько раз заполнял хотя бы раз заполнял анкеты столкнулись с этой проблемой и уже в принципе знает как разобраться и что необходимо тем более есть куча ресурсов сайтов где все досконально разжевано и положено в рот поэтому просто придерживайтесь простого правила 600 на 600 на 240 все 600 пикселей на 600 пикселей любой примитивный редактор может вам это обрезать делать чтобы фон был светлый чтобы не было теней чтобы не было ничего лишнего на лице это все в принципе понятно каждому то есть читайте правила перед тем а те кто уже люди проверенные и те кто уже так говорят experience да с опытом то в принципе объяснять ничего не нужно это все довольно таки понятно а также указывается ваше образование образование указывается это все бюрократия то есть если люди думают действительно думаете что это все это все имеет значение при выборе компьютером ваш анкет вы глубоко ошибаетесь компьютер тупо отбирает анкеты которые присвоены номера после подачи компьютер отбирает анкеты согласно сортированы как они сортированы по IP адресам и по континентам согласно лимиту континента берутся столько к примеру я маленькая страна и у меня всего лишь население 2 миллиона и подало 600 человек анкеты я большая страна где у меня 300 миллионов и подало сразу же 10 миллионов человек анкеты разница видите одинаковое количество число в процентном соотношении будет отобрано шанс теоретически у маленькой страны выше чем у большой страны в зависимости от того сколько человек подало анкет на участие на розыгрыш в лотаре также распространенный миф о том что если я подам первый то есть вот сразу когда анкета откроется я выиграю и это шанс повышается нет шанс не повышается если я заполню в последний день при этом у меня шанс не понижается потому что компьютер не отбирает сразу компьютер отбирает из количества уже подданных анкет определенное количество анкет просто беспорядочным ему по барабану там что кто и так далее проверяется по типаму алгоритм на самом деле это все просто до такой степени простая примитивная лотерея что некоторые люди делают из этого большую трагедию все будет потом то есть что вы указали неверно в данной анкете будет проявляться позже но не при розыгрыше розыгрыш произойдет в мае и вы узнаете результаты о том результаты 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 лотереи удомление приходит на email в редких случаях или же вы должны сами подходить то есть я рекомендую самому взять свой confirmation number зайти на сайт и проверить то есть не надо ждать что что-то придет желательно сразу пойти узнать сразу узнать has not been selected или been selected все два типовых слова солнце светит пришлось одеть очки я думаю понятно о чем сейчас только что шла речь поэтому я желаю вам удачи и самое главное не не теряться опять же теряться сейчас не нужно это простая подача анкет лотерея здесь нет ничего сверхъестественного от этого не зависит сейчас ничего то есть сейчас это просто вы испытываете свою судьбу и проверяете каким счастливчиком вы являетесь то есть обычно лотерея такая же если вы идете покупаете билет лотерейный и пытаетесь что-то выиграть таких здесь в сша знаете намного больше чем людей которые играет в грин карту потому что здесь уйма разных лотерей и довольно таки неплохие неплохие розыгрыши и суммы большие поэтому знаете весь мир помешан на 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 этом то есть здесь опять же все зависит от вашего счастья и естественно от того как вы относитесь к этому делу в целом то есть если вы просто пробуете да я просто попробую разок повезет повезет нет нет то есть я знаю что много людей все выигрывают те кто даже и не хочет уезжать тем самым просто знаете проверяет судьбу и потом ничего вот такие люди попросту лишают шансов на выигрыш других людей которые действительно хотят они заполнили эту ячейку на данный континент и все то есть они даже не собираются уезжать при этом конечно ничего не теряют а человек который действительно хотел уехать он не может рассказываю если судить по допустим в моей ситуации первую свою анкету я подал в 1999 году буквально через приблизительно где-то шесть или семь лет до того я первый раз был точнее первый раз столкнулся с понятием иммиграция даже не иммиграция а попытка попасть в другую страну когда развалился Советский Союз то было популярно очень очень много было миссионеров стало приезжать в страну бывшего Советского Союза страны СНГ и всячески периодически они предлагали определенные программы была одна такая программа по обмену учеников и но не по каким-то конкретным школьным предметам а по миссионерской деятельности то есть какая-то церковь миссионерская брала учеников и селила их семьи люди они жили определенное время познавали культуру все то есть это было даже каким-то религиозным а оттенком и потом уже в принципе после определенного срока дети возвращались назад ну так как знаете вот был Советский Союз все было закрыто напрочь двери так приоткрылись и появился шанс но не каждый пользовался данным шансом потому что это выглядело немножко отличительно от того к чему мы привыкли родители на это смотрели просто как можно было отпускать детей до куда конкретно по моей ситуации у меня было предложение в Канаду миссионерские курсы и два месяца в Канаде конечно жуть как хотелось попробовать тем более все это было недостижимо недосягаемо когда был Советский Союз тут как-то вот так все стало доступно тем более они а люди обязались оплачивать перелет проживание и так далее конечно доверия не было и это все как-то отложилось вот у меня с этого началось тогда у меня загорелось желание ну потом уже стали стала пропаганда вот стало стали появляться фильмы вот голливудские и мультфильмы все помнят да каждый вечер каждый точнее вечер воскресенье или субботы мы ждали когда будет мультики с Диснея вот и это было довольно таки очень хорошее ощущение так же как были крутились какие-то фильмы помню Терминатор вот и там еще много остальных сейчас Рэмбо это популярные фильмы того времени которые просто будоражили наши наши понятия потому что параллельно шли еще и мыльные сериалы бразильские мыльные сериалы Рабыня Изаура и Богатый тоже плачет Мария что-то вот параллельно как-то это все происходило и люди были помешаны на всем этом а в общем было уже полностью вот такая пропаганда западной жизни и уже как-то ты больше и больше пытался иметь или начать новую жизнь ну конечно же потом школа закончилась нужно было думать о будущем и идти в институт конечно все остальное ушло на второй план и вот практически на последнем наверное курсе в институте на предпоследнем курсе в институте я активно в то время занимался спортом армор-рестлингом и тяжелой атлетикой и поэтому по каждый второй день я ходил на занятия один день я встретил одного знакомый который я знал она работала в аэропорту и она посоветовала мне участвовать в лотереи гринка я без понятия был еще такой на тот момент и естественно загорелся желанием тем более так как это все бесплатно халява вы понимаете халява бесплатно и шанс уехать в Америку все как-то воедино и на тот момент конечно же совсем было другое ощущение иммиграции и условия были другие и все было немножко сделано по-другому не было электронных уведомлений все было посредством письм пакетов нужно было лететь в Москву чтобы делать визу потому что не было регионального посольства статализированного фото данной миграционной визы поэтому очень много было препятствий которые которые мы понимали что если вдруг и выиграем то нужно лететь туда вести документы проходить под комиссию было очень много того чего мы боялись последствиями ну вот первый анкет я подал в 1999 году я уверен более чем уверен на 100% что были ошибки и я понимал что именно возможно данные ошибки и являлись причиной того что я не выиграл выиграл в 1999 2000 2000 2001 2002 2003 2003 я женился и уже стал подавать не только на себя но и на супруг 2004 2005 2006 опять ничего я уже естественно был обеспечен работой я работал и так как каждый год мне не приносил успех в лотереях это меня не огорчало меня может быть расстраивало но не огорчало потому что я знал что в один день когда-то я вытянуто счастливый билет то есть я не торопился не бежал от реальности я пытался использовать реальность возможность силы на усовершенствование самого себя я думаю понятно о чем идет то есть иными словами я получал образование потому что зная то что время терять зря нельзя нужно изучать нужно получать образование нужно иметь опыт потому что все это в будущем и так пригодится когда ты эмигрируешь и поэтому я занимался активно самим собой в плане того что обучал познавал новое много бывал в командировках по работе постоянно что-то обретал новое и вот 2006 2007 2008 год стал переломный после ситуации которая происходила в стране и тогда я уже у меня уже был ребенок который родился в 2005 году и на тот момент я подумал серьезно об иммиграции потому что ситуация была не очень хорошая в стране я серьезно думал об иммиграции в в Чехию это было очень актуально на тот момент открытие фирмы получение физического адреса и вида на жительство я думаю люди которые знакомы с иммиграцией они в принципе знают что это такое уже дальше шли разговоры переговоры с адвокатами определена была сумма что было просто сумму заплатить и все все началось вот тут меня прервала очередная командировка в Южную Корею я улетел на 2 месяца в Южную Корею а до этого я был несколько недель в Киеве поэтому у меня в это же время было было вручение моей сестры то есть так было с пира на бал то есть я прилетел с Украины прям попал на вручение сестры буквально несколько часов я улетал в Южную Корею то есть у меня был такой период активный на работе что я должен был получить свой очередной на тот момент восьмой по счету сертификат и идти дальше чтобы это не было когда я вернулся с командировки до конца мая прошло буквально недели две и приходит конверт пришел конверт который я обратил внимание когда пришел с работы в первую очередь ты смотришь откуда правильно так я обратил внимание что это был китаки констер сент вы понимаете знакомые три буквы KCC это говорит обо всем говорит о том что ты выиграл можете даже не открывать так это то чтобы выиграл конечно счастье радости не было предела поэтому этому счастью не было просто я не мог поверить я не мог осознать дрожащими руками когда мы открыли первый лист который был вложен в патчу документов это был лист о поздравительный лист то есть того момента я даже не обратил внимание на тот момент кто выиграл а потом уже позже когда мы отошли от этого эмоционального шока то выиграл не я а выиграла моя супруга ну тут конечно не важно выиграли вы выиграла ваша супруга то есть в любом случае иммиграция подразумевает иммиграция всей семьи то есть допустим выиграли ваша мама или ваш папа то он не может вас забрать если вы старше 21 года понятно что вам нужно играть все самостоятельно в общем с того момента вот все абсолютно изменилось то есть во первых уже у тебя была мотивация то есть ты был мотивирован у тебя уже что-то ты знал что-то будет впереди ты должен идти идти наконец-то ты вытащил этот счастливый билет и все остальное это просто быть умным и действовать так надо не так как ты хочешь а так как надо и вот с того момента в принципе началась наша медленная но верная иммиграция а с момента когда мы открыли свой пакет счастливый пакет это был июнь 2009 года то есть анкету которую я подал в 2008 году стало счастливым то есть именно в тот год когда я очень сильно сей до глубины души хотел эммигрировать вот даже может быть психологически как это все подействовало то есть есть внешний элемент удачи но больше это как бы вот хотелось и оно наконец-то оно наконец-то произошло перестраиваться поэтому я желаю всем удачи всем кто играет сейчас я хоть спустя 10 лет после игры и выиграл лотерею и мне ушло целых долгих 10 лет с подачи первой анкеты и наконец-то последний период 99 2009 год в 2010 году буквально 5 месяцев после того как мы получили эмигрантные иммиграционные визы в феврале 2010 года в июне 2010 года мы уже эмигрировали в США и по сей день мы находимся здесь в феврале 2015 года через несколько месяцев мы будем подавать на гражданство то есть мы совсем близко от заключительной фазы нашей эмиграции то есть вот этот период весь я считаю период адаптации и опять же это все еще пока эмиграция потому что в статусе резидента у тебя все абсолютно по-новому а последняя фаза когда мы получим паспорта то мы будем просто являться гражданами данной страны что изменит наш статус изменит абсолютно все в нашей жизни то есть лотерея принесла вот такие большие перемены у разных людей разные перемены кто-то просто приезжает сюда просто потому что это США и здесь все доступно и просто понятие для меня это была полностью смена жизни и самое главное это будущее детей здесь немножко я провожу четкую раздельную линию то что есть разные категории людей которые действительно хотят эмиграции и те которые просто думают что эмиграция это что-то очередной шаг какой-то в его жизни и какой-то плюс возможно это все довольно таки ошибочно поэтому я думаю на этом считаю на это можно завершить сегодняшнюю нашу беседу я лично нашла о лотереи green card подачи анкет я пожелаю вам удачи успехов и если это был очередной ваш год после уже неудачных нескольких не отчаивайтесь в один день и на вашей улице будет праздник главное этого хотеть и главное не не останавливаться если также главное не терять зря время не сидеть и не уповать а сидеть заниматься самообразованием получить образование оба все это вам и так пригодится и дальше если вы никуда не будете эмигрировать это очень важный аспект его нельзя пускать поэтому еще раз желаю удачи если какие то есть вопросы пишите с удовольствием как обычно я отвечу и у вас есть время перед тем как что то написать подать и нажать отправить еще раз несколько раз взгляните прочитайте посмотрите все ли верно все ли так как должно быть потому что лучше семь раз отмерить и один раз отрезать это великая русская пословица на английском это и пословица также есть и недавно с ней столкнулся поэтому семь раз отмерьте один раз отрежьте всего доброго это был Александр stories for us и увидимся в следующих выпусках пока